29 марта в муниципальном кинотеатре Родина глава городского поселения Талдом Юрий Журкин выступил перед населением с докладом об итогах работы администрации в 2015 году и перспективах развития городского поселения. По словам Талдомского мэра, 2015 год можно назвать для городского поселения удачным. Несмотря на сложную экономическую обстановку, в стране Талдомский бюджет вырос почти вдвое в сравнении с прошлым годом и составил более 225 миллионов рублей. Основу формирования бюджета составили 12 муниципальных программ городского поселения Талдом. Серьезное увеличение доходной части бюджета объясняется активным участием городского поселения в реализации различных региональных и федеральных программ. В рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в 2015 году были переселены из аварийных деревянных домов барочного типа в новые благоустроенные многоквартирные дома микрорайона ПМК-21 69 семей. Это 145 человек. В этом году планируется строительство еще одного многоквартирного дома, что позволит переселить еще 72 человека из 7 аварийных многоквартирных домов. Вторая по объему финансирования – это программа благоустройства и создания парков. На территории города расположен самый большой в Талдомском районе парк Победы. Согласно утвержденному проекту, началась масштабная реконструкция этого парка. Проектом предусмотрено зонирование территории парка, эстрадная зона, детская зона, долина сказок, парковая зона с аллеей славы, зона отдыха с велодорожкой, которая в зимнее время будет служить лыжной трассой. Центральным элементом парка станет долгожданный фонтан. У нас практически у единственных в Талдомском районе мы взяли контроль за сферой ЖКХ именно под муниципальное крыло. У нас ресурсоснабжающие организации муниципальные, управляющие компании муниципальные и единый расчетный кассовый центр тоже муниципальная организация. Поэтому мы все потоки жителей, которые платят за коммунальные услуги, контролируем и, соответственно, происходит расщепление платежей. Поэтому сегодня нашим жителям городского поселения Талдом не на что бояться о том, что деньги куда-то за коммунальные услуги уйдут в небытие. В 2015 году за счет бюджетных средств завершена реконструкция стадиона «Урожай». Проведены работы по выравниванию футбольного поля, построена единственная в районе беговая дорожка с искусственным покрытием, соответствующая самым современным стандартам. Приобретен спортинвентарь, установлен дополнительный комплекс уличных тренажеров. Полным ходом идут работы по строительству канализационного коллектора для частного сектора. Проведен самый масштабный в районе ремонт дорожного хозяйства. В плане городского поселения на 2016 год проведение работ по обустройству пешеходной зоны по улице Салтыкова-Щедрина и площади Карла Маркса. В 2015 году мы приняли бюджет трехлетний и, соответственно, это на период 2015 года и плановый 2016-2017 год. Впервые? Впервые, да. Администрация городского поселения приняла такой бюджет. И, в принципе, сегодня результаты принятия такого бюджета видны на лицо. То, что у нас удались многие проекты 2015 года и многие проекты будут продолжаться уже в 2016-2017 году. Поэтому я думаю, что в ближайшем времени город Талдом будет подтягиваться к нашей жемчужине Московской области, к городу Дмитрову. И Талдом тоже будут скоро называть жемчужиной севера Подмосковья. И в конце своего отчета перед жителями городского поселения Юрий Журкин поблагодарил тех талдомчан, которые активно обращались весь прошлый год в городскую администрацию по тем или иным наболевшим вопросам. По словам мэра Талдома, он и его команда старались помочь по каждому обращению своих земляков, соблюдая принцип максимальной открытости власти.